Совет Безопасности ООН в среду принял резолюцию по борьбе с терроризмом, предусматривающую, по словам генсека организации Пангимона, реализацию мировой контртеррористической стратегии. При голосовании документ получил поддержку всех стран-членов Совета, в том числе России. Председательствовавший на заседании президент США Барак Обама подчеркнул, что неотъемлемой частью международного взаимодействия в этой сфере должно оставаться обеспечение прав человека. Но, как и с трибуны Генеральной Ассамблеи, он несколькими часами ранее призвал к решительной борьбе с группировкой «Исламское государство». Единственный язык, который понимают такие убийцы, это язык силы, поэтому США будут работать с широкой коалицией, чтобы разрушить эту сеть смерти. И мы не действуем в одиночку. Сегодня я призываю мир присоединиться к этим усилиям. Настало время для мира, особенно для мусульманских общин, недвусмысленно, энергично и последовательно отвергнуть идеологию таких организаций, как Аль-Каида и Исламское государство. В принятом документе Совбес осудил насильственный экстремизм, а также потребовал, чтобы все иностранные боевики-террористы сложили оружие, прекратили террористические акты и участие в вооруженных конфликтах. Внезапный подъем группировки «Исламское государство» поставил президента Обаму в неожиданное положение, когда он вынужден агитировать за вовлечение союзников в конфликт, в котором сам не хотел участвовать. Обама не использовал риторику в стиле Джорджа Буша «с нами или против нас», однако ясно дал понять, что американское лидерство необходимо для обеспечения мира и стабильности на планете.